Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о турнирах претендентов и претенденток, которые проходят в эти дни в Торонто. Сегодня речь пойдет о двенадцатом по общему счету, то есть третьем с конца туре. Начну соревнования мужчин и напомню, каким было положение перед этим самым туром, то есть после одиннадцатого тура. Лидерство захватил Ян Непунище. Впрочем, семь очков из одиннадцати возможных это, конечно, не так уж мало, но по пятам за ним следовали Дамараджу Гукиш и Хикару Накамура. Ну а также сохранял определенные шансы составить конкуренцию трем лидерам Фабиана Круана. Я думаю, что все-таки у остальных участников, а я привел здесь не весь список, то есть двух шахматистов, которые замыкали турнирную таблицу, то есть никого-нибудь Адри Зуферу Джу и Ниджата Абасова я в этой табличке не разместил, поскольку они заведомо не могли бороться за первое место. Кто с кем играл в этом самом, очень важном, как, впрочем, и большинство туров турнира претендентов, двенадцатом туре? Ян Непунище встречался с Рамеш Бабу Прагнанхой. Ян играл белыми, и то обстоятельство, что Рамеш Бабу при случае мог его настичь, то есть если бы Ян проиграл, то именно это бы и случилось, а кроме того, то, что Ян был лидером, как мне кажется, наложило на его действия определенный отпечаток, он решил не рисковать, и скажу сразу, поскольку эту партию я показывать не буду, что она завершилась в ничью без особых приключений, хотя довольно долго соперники двигали фигуры. А что касается других партий, в первую очередь поединка Хикаро-Накамура и Адри Зуферуджи, то они проходили куда более интересно и зрелищно. И именно с этой партией между Накамурой и Феруджой я и начну сегодняшний рассказ. Итак, Накамура сделал ход с Е2 на Е4, последовало Е7-Е6. Вот и любопытно, что большинство партий, которые игрались до этого, явно преобладающим ответом черных на Е4 был ход Е5. Но дальше Ян, не помню, еще и дикотел к русской партии, некоторые другие тоже, но большинство все-таки предпочитали делать попытку разыграть партию испанскую, хотя более чем в половине случаев белый выставляет слона не на поле Б5, а на поле Ц4. В данном же случае французскую защиту предлагает Адри Зуферуджа. Ну, надо отметить, конечно, что это его репертуарный дебют. Хикаро-Накамура играет и Д4, и Д5, и берет на Д5. Ну, с чем связано такое решение? Я не знаю, честно говоря. То есть, видимо, решил не идти, так сказать, на те позиции, в которых соперник знает больше его Хикаро-Накамура. То есть, не идти на какие-то заготовки, анализы и так далее. Хотя французская защита, конечно, допускает различные трактовки со стороны белых, кроме, разумеется, взятия на Д5. Но в данном случае взятие на Д5, ход, который считался вообще в свое время просто предвестником ничьей, упрощения и так далее. Но чуть-чуть лучше у белых все-таки может быть. Потому что после Коня в 3 лучший ход за черных с Коня в 6, видимо. Слон Д6 позволяет белым, а в данном случае ими играет, как вы понимаете, Хикаро-Накамура, сделать ход С4. Теперь уже слон Б4 вы особо не сыграете. Второй раз играть одним и тем же слоном вперед никакого смысла нет. А если сыграть С6, тогда Конь С3, белые довольно гармонично располагают фигуры и поддавливают. Опять же, ничего слишком страшного, серьезного нет. Но все-таки кое-чего белые добиваются. И вот следует Конь Ф6. То есть, не бояться, не опасаются черные взятия на Д5. Можно, конечно, было сыграть Конь С3, безусловно. Но решил сразу запереть центр, подзапереть его Хикаро-Накамура. И, наверное, он по-своему прав. То есть, это одна из возможных альтернатив. Причем не самая плохая. То есть, чуть-чуть лучше у белых будет, поскольку они выигрывают темп за счет того, что черный слон обязан отступить на пули С7. Следует ферзь А4. Еще один экзотический ход. Но ход, который заставляет черных определиться. Что они? Закроется слоном, закроется пешкой С6, выставит Коня на С6. Ну, слон Д7 решил поступить здесь. Альрида Феруджа, ведь в противном случае приходит С6. У черных некоторые проблемы с мобилизацией сил были бы. Вот здесь вот. Подумайте, С6, слон Д3. На Ф5 выставить срона нельзя. Конь Д7, если сыграть после этого. Ну, давайте сделаем вот такой вот. Предполагаешь, что-то ход белых слон Д3. И теперь что? Но если слон Ж4, то конь Е5. А если конь Д7, то не выведет срона. А Б6, это все-таки палка о двух концах. Короче говоря, ну, наверное, чуть-чуть лучше у белых. Было сыграно слон Д7. Белый ферзь отступил не куда-нибудь на Б3, чего, наверное, от этого ферзя ожидал Альрида Феруджа. А ферзь С2, рокировка, слон Е3, конь С6, конь С3, Б7, Б6. Черные подрывают центр белых. Но следует несколько неожиданно, на первый взгляд, слон Е2. То есть, при взятии на С5, белая пешка, которая на С5 переместится с поля Д4, не будет слабостью. Она будет защищена слоном. Но черные в любой момент могут сыграть конь Ж4. И вот это богатство возможностей. И то, что черные могут и так и однако реализовывать этот замысел, или разменяться на С5, или сыграть конь Ж4 сразу, привносят в позицию некую интригу. Но, наряду с этими двумя ходами, которые просят С, которые хочется сделать, есть еще одно продолжение, и, наверное, сильнейшее. Хотя, черт его знает. Конь Б4, короче говоря, здесь играет Альрида Феруджа. Ферзь отступает на Д2, и черные играют слон Ф5, гармонично расставляя свои силы. То есть, ради чего черные сыграли конь Б4? Чтобы занять своим слоном, ну, уготованную, самую хорошую для него диагональ, диагональ Ж6, Б1, и создать заодно угрозу конь С2 шаг. Белые играют ладят С1, они не торопятся рокировать. То есть, это довольно логично, потому что конь С2 идея все равно останется за черной. Можно потом будет взять слона этим конем, а не конем с Ф6 после конь Ж4. Важно разменять именно коня с С6, чтобы второй конь с Ф6 мог бы прыгнуть на Е4. Ну, ладят С1, не пускают коня на С2, и черные играют теперь уже другим конем, поскольку этим конем с Б4 не удалось съесть слона на Е3, поэтому запускается второй конь с поля Ж4. И белые могли сыграть 0-0, и, наверное, это было лучшее решение за них. Вот здесь у них, как ни странно, получше позиции, потому что все фигуры отмобилизованы как надо. Самое естественное, разумеется, за черных это конь Г3, теперь бьем пешкой. Черные могут сыграть Ж6, а имеет ли смысл взять он на С5? Давайте зададимся таким вопросом самым естественным. Тогда белые играют ДС, ну и оказывается, что слон бьет С5, то, что лежит на поверхности, не столь уж хорошо, потому что следует вот такой ход, как-то вот вы, наверное, думали, какие-то тактические удары, удары на Д5 и так далее. А на самом деле главная задумка белых это попытаться выиграть фигуру. У коня нет нормальных отступлений, поскольку если отступить назад, то белые сыграют, наверное, конь А4. Ну, конь Д5 сыграть. И висит здесь все на свете. Потом Б4, потом удар на Е7. Ну, в общем, белые выигрывают фигуру, выигрывают партию. Так вот, поэтому БЦ не то. Надо было бы сыграть Ж6. Ну, и белые, скажем, играют А3. Опять же, нельзя дважды взять на С5 из-за хода А2-А3. И у белых получше. Вот такая вот коварная мысль. Возможность была в случае хода 0-0. Ну, решил увести слона из-под удара Хикару Накамура. Опять же, это естественный выгляд. И сказать, что ход С4 хуже, чем рокировка, я не могу. Хотя, обратное тоже, наверное, будет неверным, что рокировка хуже, чем С4. Ну, ответ черных теперь уже БЦ, ДЦ. И черные берут на С5. Благо, слона на Е3 нет. И взять на С5 можно. Никакие страшные удары. А, кстати, эти страшные удары, может быть, и возможны. Правда, у белых король стоит на Е1. И потенциально он под атакой. Висит пешка на Ф2. И вообще непонятно, за что белые отдали пешку. Так вот, я начал говорить слова какие-то. А тут на Ф2 пешка висит. При рокировке эта пешка была бы защищена. Белые делают рокировку, разумеется. И они говорят, словно бы сопернику, что от А2-А3 все равно не будет удобной защиты. И с конем будут некоторые проблемы. Как минимум, пешку с Д5 мы заберем. Фигура у нас, у белых, будет активной. И будет у нас хорошо. Все это не стоит однозначно. После хода ладья Е8 и хода А2-А3. Черные могли нанести удар конь ГТФ2. Сказать, что отказ от этого взятия. А скажу сразу, что после определенного размышления. Алиса Фер уже сыграл Д5-Д4. Так вот, отказ от этого взятия нельзя считать, строго говоря, ошибкой. Потому что после этого взятия у белых все равно получше. То есть, ладья бьет А2, естественно. Ладья бьет Е2, такой удар. Ради этого удара и затевалась затея. То есть, теперь уже что? Если ферзь Е2, то после конь ГТФ3 перевес у черных. Я не буду показывать дальнейший вариант. Я думаю, вы мне поверите. То есть, черные... Самое любопытное, что в ряде вариантов выигрывает два качества. Пожертвовали фигуры, отыгрывают два качества. Примерное материальное равенство. Но там у черных пешечков нехорошо. А после конь Е2 лучше у белых. Вот такой вот конь Е2. Слон бьет Ф2, наверное, играть надо. Потому что белые создали угрозу. Кроме АБ еще и ладья бьет С5. То есть, конь Д3 это не панацея. За ладья бьет С5 у белых перевес. Поэтому слон бьет Ф2. Взятие. Выигрывается после конь Д3 еще одно качество. И получается вот такая позиция, где у белых конь и слон. Нет, два коня за ладью и пешку. Или за две пешки даже. Но как ни странно, вот эта позиция лучше у белых, потому что они блокируют основные фигуры соперника. Конь Д4, потом ферзь С5. И за счет вот этой хорошей блокадной позиции черные не могут оживить свое ладье. Не могут приставить белому кролю и так далее. Чуть-чуть получше у белых. Хотя после слона Ф3, там конь С6, скажем. Продолжаю вариант. Ферзь Д7. Теперь можно и конь Е7 сыграть. И на король Х8 важно только не бить на С8, потому что тогда ферзь Ж4 выигрывает черные. А надо сыграть ЖФ. И оказывается, что на С7 висит пешка у черного, когда ладья уйдет. И на Д5 висит пешка. Например, ладья Е8, тогда конь бьет Д5. И всего лишь ладья и пешка у черных за коня и слона. Хотя здесь, наверное, черные стоят не хуже. Ну и не лучше. А можно сыграть здесь не конь Е7, а Ж2 бьет Ф3. И вот здесь чуть-чуть лучше у белых, хотя все равно позиция около равенства. Иными словами, что это все означает? Что вот в этом положении, делая выбор, что сделать, Алиэль Аферджа, возможно, напрасно отказался конь Ф2. Хотя ход Д4, который он предпочел ходу конь Б2, также по-своему неплох. Но ответ белых конь Б5. Теперь висит слон. Подвисает пешка на Д4, которую в дальнейшем белые могут забрать. И пешка на С7 тоже, конечно, под ударом. Но черные играют Д3. Ради этого, собственно, и затевалась затея. И теперь, вот это все-таки, понимаете, я не зря сказал, все-таки ход Д4 был ошибочен со стороны черных, потому что белые могли добиться небольшого, но стойкого преимущества с помощью хладнокровнейшего отступления слоном на Д1. Опять же, висит конь, висит слон, и подвисает пешка, стоящая на поле С7. Лучший ход за черных коня 6. Отступили, всех защитили. Тогда конь бьет С7, конь бьет С7, ладья бьет С5, конь Д5. Поскольку висел и конь на С7, и под ударом находился слон на Ф5, поэтому надо перекрыть все это дело. Теперь слон С7 есть такой интересный ход. Если ферзь Д7, то ферзь А5 с идеей слона А4. То есть, например, слон Е6, и тогда слон А4 и белые добиваются преимущества. А если здесь сыграть конь Б6, то есть отвести атакованного коня, ну, видимо, на Б6, потому что взятие на С7 у черных просто хуже. Кстати, это может быть тоже надо посмотреть. То есть, конь Б6, тогда ладья бьет Ф5, ферзь бьет С7, слон Б3 у белых преимущество. А что будет? Вот давайте здесь я прикину. Как-то я так обошел этот вопрос стороной. Если взять вот сюда. Тогда слон А4, понимаете? Вот слон А4. Не берем ни одной из фигур, играем слон А4, забираем на Е8, потом забираем одну из фигур, оставшуюся под ударом, и у белых лишнее качество. А после конь Б6, напомню, ладья бьет Ф5, ферзь бьет С7, слон Б3 у белых лучше. Заметно лучше. То есть, ферзь Д7 здесь не то, в этом варианте. Надо было бы играть конь БЦ7. Напомню, что я показываю тот вариант, который мог встретиться в партии, но отказался от такого развития событий Хикарон Камура, недооценил, что-то не досмотрел. Но здесь у белых плюсик. Вот здесь у белых плюсик. В такой вот игре, у черных пешек на Д3, но что она сила или слабость, скорее слабость. Пешки Ф7 белой рентгеном прицепились. Короче говоря, у белых здесь получше. Отгоняем одного. Коня с помощью хода А3 вводим ладью с Ф1. У белых получше. Но было сыграно место хода слона Д1, который давал Хикару на Камуре преимущество. Было сыграно ладья бьет С5 сразу. Черные взяли на Е2. И вот это уже совсем другие пироги. Здесь у черных скорее чуточку лучше, чем хуже. То есть, не было ощущения, что в таком вот варианте чем-то рискуют черные. Конь Д3. Семейная вилка на всех на свете. Но на Ф5 висит слон. Белые берут этого слона. И теперь черные должны были сыграть ферзь Д7. Этот ход, вот парадоксальнейший ход. Не взятие на Е1. А так, разумеется, поступил Феруджа, поскольку это самое естественное. А ферзь Д7. И вот здесь, после ладья С5, это лучшее отступление за белых. И ладья Д8. Почему такой странный ход? Потому что особо некуда ладье отступать. А после взятия отступления на С5, вот если взять на С5, кажется, как можно не взять ладью, которая сама добровольно подставилась под удар. Здесь у белых перевес. Они берут на А и Д7, они берут на С7, они отыгрывают качество. У белых сейчас на доске, ну сейчас материальное равенство, то есть не материальное равенство, после отыгрыша качества материальное равенство. Пешка Е2 сраба, белые ее выиграют и получат шансы на победу. Какие-то, может быть, небольшие, но шансы у белых лучше. А если сыграть не конь БЦ5, тогда напомню, Ферзь БЦ7 и конь БЦ7, а ладья Д8, тогда слон бьется С7. Вот здесь непонятность какая-то. Взятие на Д8, взятие на Б5, главный вариант, отступление назад, чтобы всех защитить. Угроза конь Д4 возникает, но черные играют конь С5. Потому что вторжение на Д3 не очень выгодно из-за взятия на Е2, разумеется. А конь Е5 приводит к разгрузке. Вот такой вот. И оказывается, что в главном варианте получается позиция, в которой в пору соглашаться на ничью, поскольку забирается пешка на Б2, и дальше обсуждать особо нечего. Можно там ладья Е4, можно как-то форточку сделать, можно отступить коню, материальное равенство, равная позиция. Это по поводу ухода Ферзь Д7, который был сильнейшим в позиции. Но как-то вот, понимаете, когда вы играете реальную партию, даже если вы очень сильный шахматист, суперклассмейстер и так далее, то трудно удержаться, то есть трудно посмотреть в сторону и поверить, что ход Ферзь Д7 может быть очень сильным. А был сыгран Ферзь взятие на Е1, так и об этом и думал, на это и рассчитывал Хикаро Нагамура, и он получил это, то есть после кода конь Е1 у белых плюс. У них конь и слон за ладью и пешку, но пешка Е2, опять же, скорее слабая, чем сила, то есть в дальнейшей борьбе непонятно, что будет, но у белых перевес. Размен лучшее решение, разумеется, слон бьет. На Д2, ладья Д8, слон С3 и ладья Д1, завязывая белых, чтобы нельзя слишком было активно им играть, идти вперед. Но Ф3, важный ход, то есть надо как можно скорее выставить короля на Ф2, чтобы освободить слона, освободить все остальные фигуры. Конь Е3, ладья атакована, конь бьет С7, тактический удар, очень важный, без него бы у белых ничего не было, а тут что? Тут ладья Е7, ладья С5, Ф7, Ф6, и белые играют слон Б4, не торопясь, уводя пока что слона, просто уводя слона, рентгеном он посматривает на ладью, король Ф2 идея есть, пока не торопимся, но подумываем в этом ходе. Король Ф7, А4, белые совсем не торопятся, занимаются профилактикой, то есть вот эти ходы пока что ничего существенного не меняли, вот ладья Б1, не точное решение, после ладья ДД7, такого странного хода назад, конь Б5 и конь Д1, у черных были бы лучшие шансы на защиту, у черных явно хуже, конечно, у белых преимущество, а вот сколько оно велико, непонятно, то ли ближе к решающему преимуществу, то ли, ну, помучаем, помучаем, ну, ничего, разойдемся миром. А вот после хода ладья Б1, можно однозначно сказать, что позиции белых выигрышные, очень сильный ход, конь Д5, висит конь, висит ладья, конь Д1, меняться не хочется, после ладья бьет Д5, подвисает ладья на Е7, белые выигрывают темп, отводят ладью назад, и постепенно после слон С3 забирают пешку Е2, и выигрывают окончание с конем и слоном и пешкой против ладья. А тут конь Д1, вот такой ход, король Ж3, теперь ладья Е5, но позиции белых все равно выигрышные, конь Д3 хладнокровно, висит ладья, отдавать ее нельзя, Е1 в ферзь не идет, со слон С4 с конем Д3, контролирует поле Е1, ладья отступает назад, и теперь ходом ладья С7, белые почти форсированно выигрывали партию, но почему трудно сделать такой ход? Дело в том, что начинается тактика, в рамках которой, не дай бог, это для белых, пешка Е черных не может проскочить в ферзи, короче, главный вариант такой, король идет вот сюда, не вперед, там под коней Ф4 всякие попадаете, тут ладья бьет А7, конь бьет Б2, меняемся, меняемся, играем с рон Е1, и дальше очень простая схема, дальше белый король уходит на Ф2, белые начинают маневрировать, окучивать пешку, выигрывают ее, и что очень важно, пешка А3 остается на доске, то есть можно будет, ну не всегда, но очень часто сыграть, если будет опасность уничтожения пешки, салон Б4, то есть вот при таком материальном соотношении, а можно, кстати, не торопиться брать пешку Е2, можно просто надвигать пешку А вперед, при короне А2 в салоне Е1, позиции, видимо, просто выигрышные у белых, а после хода салон Е1, который вот 34-й ход, времени так много, мы решили так на рефлексе сыграть Хикару Нагамура, позиции становятся неясны, конь бьет Б2, и у черных великолепные шансы на спасение, у них хуже, но шансы на спасение великолепные, вы сейчас сравните, поймете, что вот после форсированного такого варианта, ладья Д1, такой интересный ход, теперь надо или салона Е1, или коня Д3 отдать, ну вот ладья бьет Б2, конь на Д3 отдается, ладья дает шах, король уходит, и следует конь Е4, но в этой позиции ладья бьет А3, ох, 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 я вообще не исключаю, что издалека, конечно, считал, что Хикару Нагамура дам шах, выиграю ладью, но вблизи понятно, что ладью-то брать нельзя, надо играть конь Е2, потому что если взять ладью, то Е1 ферзь, а после конь Е2, ладья Б3, получается ничья, то есть материальное, в общем-то, равенство, слон завязан, белые не проигрывают, конечно, там конь Е4, какая-то игра, я не буду показывать варианты, отдается слон, белые забирают пешки на А5, на А7, у них не хуже, но уж не лучше точно, то есть слон Б4 нельзя, посмотрел сыгранный король в 2, продолжает Хикару Нагамура играть на победу, но здесь в моменте не жилец, и пешка, которая осталась живой, а у белых нет пешки по линии А, угрожает слон Б4, черные играют А5, прикрывают поле Б4 и двигают свою проходную, белые продолжают вот так вот, но вот эта позиция объективно ничейная, и вот здесь очень интересный момент, надо было черным просто хладнокровно стоять на месте, ну, скажем, ладья А1, теперь нельзя взять слону, потому что тогда Е1 ферзь и теряется ладья на А7, а в случае взятия ладьей, черные просто, ну, демонстративно могут сыграть таким образом, важно что, что нельзя взять на А5, вот кажется издалека, что можно взять на А5, черные не могли защитить ее пешку, Ж6 не годилась и законит Ж6, но здесь после коня А5 есть ход ладья Е5, атакованы две белые фигуры, одна из них теряется, белые не проигрывают, но и не выиграют партию, понятно, вот, поэтому лучше вроде бы сыграть слон С3, тогда отвлекаем всех на свете, ставим ладью на Е5, и вот это, как говорится, по Ласкеру ничья, то есть, ну, в чем-то схожую ситуацию позицию легко удержал в нем давно больше века назад сыгранных против Кассера Уликова Бланки, позиция ничейная, после ладья А1, но не хотел, то есть, то ли цвить нот, то ли как-то хотят цвить нот, или не цвить нот, какой-то ход, 41-й ход, это же 41-й ход, прошел контроль уже, можно было подумать, оценить позицию, но Феруджа сыграл рефлектор на Ж5, и позиция, которая была вполне спасабельной, и худшей для черных, но спасабельной, становится проигрышной, строго проигрышной, потому что белые берут на Ж5, берут на Ж5, пешки у черных, в общем, не жильцы, конь взял на Ж5, и те же самые варианты, получаются, но уже 2 на 1 на фланге, причем пешка Ж5 слабая, дальше начинается техническая работа, вот то, что будет дальше, это техническая работа, поскольку никаких шансов на успешную контр-игру при аккуратных действиях белых у черных нет, показывают до конца, атакуем ладью, атакуем пешку на А5, еще срон с Е1, поддерживает коллектив, ладья Б5, меняем ладьи, не боимся, потому что пешку Е2 мы потом заберем, ну, можно было так, можно и так, но после хода король Е3 просто сдал партию, сдал партию Феруджа, поскольку белых очень простой план, план следующий, сыграть слон Д2, по диагонали, из поля Д2, из поля Е1, слон защищает коня, потом взять пешку, потом подтянуть коня и выиграть уже, совсем просто, переведя коня на Е4, забрав пешку на Ж5, вот так вот, Хикаро Накамура выиграл очень важную для себя партию, ну, а я перехожу к следующему фрагменту, это партия между Ниджатом Абасовым и Дамараджу Гутишем, Дамараджу Гутиш, напомню, был одним из преследователей, Яна Непомняща, вот Хикаро Накамура выиграл, догнал Яна, это понятно, Яна сыграл ничью, я это прононсировал, а Дамараджу Гутиш играл черным из Ниджатом Абасовым, и вообще-то говоря, понимаете, ну, Ниджат Абасов и по рейтингу слабейший в турнире, и не очень уйдет игра, Дамараджу Гутиш, в общем, долгое время лидировал, или вице-лидировал, или делил первое место вместе с Яном Непомнящем, сейчас он встает от него, но кажется, что уж обыграть Ниджата Абасова сам Бог велел, с другой стороны, вспоминаем, что Яну Непомнящему это белыми фигурами не удалось сделать, выиграть у Ниджата Абасова, поэтому, в общем, раз-то раз не приходится, и могу сразу сказать, то есть подчеркнуть даже это обстоятельство, что Ниджат Абасов начал играть эту партию, разыгрывать ее, очень так решительно, уверенно идти вперед, и боролся за инициативу, вот такая позиция возникла после 20-го кода белых А4, А5, но черные пытаются проявить активность с помощью Б5, потому что иначе они прижаты к канатам, Д6, мягко говоря, опасно, слоны белых работают хорошо, а слабости пока не чувствуются по линии С, поскольку у черных свои слабости, ну и при случае атакы на их короля может начаться, короче говоря, Б5-ход совершенно нормальный, взятие-взятие, слон белых подключается, правда, даже если он станет на Д3, то угроза мата с А7 не будет, конь на Ф8 прикрывает это поле, но все равно слон переходит на более уместную для него диагональ, ладья Д1, ладья Б8, и в общем, около равенства позиция вот так крутилась, ничего вроде бы не происходило, но здесь вот, как ни странно, нужно было поставить ладью на поле Ц2, потому что тот ход, естественнейший ладья Д3, который сделал Ниджат Абасов, приводит к тому, что у Дамараджугукиша появляется возможность сыграть ладья А3 и начать, можно сказать, охоту на белую пешку на А3, важно еще что, что перекрытый диагональ для слона Ф1, ну, можно было сыграть здесь слон С1, это было посильнее, вот в рядах такого рода, видимо, выигрыша нет у черных, и шансов на выигрыш при аккуратной игре белых, симфатически у черных получше, но, в общем, то есть пешки все защищены, пешка Д7 с конем, и поле Х7 конем прикрыто, по Ц3 нападение Ц, какое-то давление оказывается, но, в общем, черная фигура недостаточно активна, чтобы играть на выигрыш, то есть так вот надо было играть слон С1, но вместо этого Ниджер Анас выиграет ладья Ф3, ну, судя по всему, он не досмотрел, зевнул, неправильно оценил, короче говоря, не бросил всем в глаза, то, что после хода ладья Ф3 черные могут сыграть вот так вот, и, по сути дела, выгудить размен ферзей, ведь атаковывал не только ферзь, но и пешка на А4, ну, что делать, приходится меняться, черные вроде бы портят свои пешки, но, это Эншпиль, пешка А4 теряется, и у черных реальные шансы на победу, но надо сказать, что Домораж Бутиш очень четко пользуется этими самыми шансами, теперь, может быть, Ж5 надо было сыграть, вот здесь сразу, Ж5 выгудить такой размен, и играть эту позицию, там можно разменять ладьи и так далее, но лишняя пешка у черных, к пюнту Ф2, слон и ладья могут пристать, когда белые выиграют пешку С6, короче говоря, у черных хорошие шансы на победу после Ж5, они сыграли ладья А2, сразу цепляясь к этой пешке, тогда ладья Д2, и немножко меньше здесь, чем там, где мы видели, ну, защищает пешку, стоящую на путье С6, своей ладьей, Дамараджу Гутиш, чтобы слон ее не брал, эту пешку, слон Е4, и, в общем, ощущение снова такое, что у белых достаточная компенсация за пешку для того, чтобы не проиграть, опять играет Дамараджу Гутиш, слон С2, такой вот перевод, и Ж5, вот тот самый маневр, тот прорыв, ну, белые обязаны взять на проходе, возникает вот такая позиция, и белые играют король Ж2, что является ошибкой, нужно было, как ни парадоксально, взять на ТЖ6, и после этого не брать на А6, потому что тогда черная пешка становится очень опасной, а сыграть ладья А2, и уже лишь на ладья А8 взять эту пешку, и вот здесь, при такой редакции, в такой редакции, видимо, ничего серьезного нет, можно сыграть А4, слон уходит на С1, пешка идет вперед на А3, потому что иначе, ну, не знаю, будут ли белые играть слон А3, я не уверен, и белый король просто подтягивается, на доске материальное равенство, белый король, как так сказать, по нотам проходит вперед, ну, можно, конечно, там играть как-то ладья Д8, но все равно король Е2, в конце концов, белые могут, доступив ладьей на А1, точно создать угрозу взятия на А3, на ладья А8 вернуться назад ладьей на А2, и потом подойти королем и без особых хлопот сделать ничью, позиция почти равная, это по поводу хода слону Бежи 6, правильно, а было сыграно король Ж2, и вот теперь уже нельзя, то есть можно взять на Ж6, но король возьмет, а не пешка, и пешка на А6 защищена, то есть у черных заметный плюсик, вот было сыграно слону А4, конь Е7, С4, ладья Б8, и вот мало-помалу, в этой лучшей для себя позиции черные начинают соперника переигрывать, то есть вот перемещаются, слон на Б4 прекрасный защитник пешки А5, и вообще сковывает силы соперника, по линии Б никуда не прорветесь, пешка С6 защищена конем, а по линии Д работает ладья, этого всего не так много, то есть может быть и недостаточно для победы, но все-таки, может достаточно, а может нет, вот здесь уже все, то есть белые сыграли неаккуратно, где они сыграли неаккуратно? вот здесь они сыграли неаккуратно, надо было сыграть король Ж4 и сделать ставку на активную контргру на королевском фланге против пешки А6, а то, что было, привело к тому, что белые просто ушли в пассив, пешка С4 теряется, или меняются ладьи, ну, С5 сыграл здесь Абасов, конь Д5, на С5 не берем, ладья С2, размен ладей вот такой вот, и оказывается, что Теншпиль уверенно выигран не для черных, потому что ход А4, хитрый ход, нельзя брать на А4 и закончится три шага, такой нюанс, следовательно, пешка доходит до А3, что очень важно, вот она дошла до А3, уже угроза прохождения ферзи, если был ход черных, то А2, и на слон Д4, слон С3, и А1 неминуемо, поэтому слон Б3, и черный усиливает позицию своего короля, и в общем, это уже все, это уже совсем выиграно, просто надо черным не ошибаться, ну, дается шаг, чтобы на Ф3 черный король не проник назад, слон возвращается, теперь король Ф5, своего рода Цукцванг, нужно от чего-то отказаться, или пешку отдать, если ее вести слона, или пропустить пешку А в ферзи, ну, или пропустить черного короля на Е4, есть ход слон С4, но решили, что такое слон С4, там есть же А2 ход, не знаю, давайте прикинем, что такое слон С4, я начал говорить какие-то слова, ну, король Ж4, другой плат, просто отсюда заходим, с этой стороны, теперь нет шага с Д1, понимаете, когда слон ушел на С4, с Б3, нет шага с Д1, вот, король С4 было сыграно, король Е4, спасибо, слон прикрыл поле вторжения, но последовало А2, зато пешка прошла вперед, Ф3, король отступил, но пешка стоит на А2, и опять же, хотя пешка под ударом, но все учтено, поскольку забирается вот эта пешка, но затем следует А5, и другая проходная черных, на другом фланге, вдали от белых фигур, легко решает свою партию, после хода А6, А5, признал свое поражение, Джат Абасов, действительно, в этой абсолютно проигрышной, можно сказать, безнадежной позиции, ну, и заключительный момент, из нашей сегодняшней программы, это партия, концовка партии между Фабианом Круаной и Сантошем Ведитом, Сантош Ведит, все-таки шахматист, который чередовал весьма удачную игру, не очень удачной, и вот играя с Круаной, который решил действовать максимально осторожно в дебюте, не шел вперед, но постепенно немножечко подпереиграл соперника, и вот эта позиция у белых с хорошим плюсом, так, под пешку по оценке лишнюю, хотя материальное равенство на доске, но у белых хорошие фигуры, то, что G4 сыгран, не так страшно, хотя то обстоятельство, что пешка стоит на G4, вскоре сыграет свою роль, Ферзь Д6, Ферзь Е3, пока что вот белые маневрируют, С5 ход не очень хороший, но не хотелось просто стоять на месте тупо, а бас его, потому что белые усилят позицию постепенно, а тут вроде контрыгра, какая-то связана с ходом конь С6, и конь идет вперед, но ладья Е5, пешка висит, что делать, ну конь С6 решил так вот отдать эту пешку, ладья Д5, сильный ход, потому что что было бы в случае взятия на С5, вот взяли на С5, ну у ладьи нет возможности выйти никуда, после ладья Е7 какая-то контрыгра, неприятная угроза на взятие на G4, правда есть ход слона Е4, у белых все равно перевес, так что сказать, что нельзя брать на С5, нельзя, можно взять на С5, можно было, но было сыграно тонко, вначале отогоним Ферзя, потом возьмем на С5, в лучшей для себя редакции, это действительно лучшая редакция, и так сыграть было правильно, так как поступил Фабиан Акруана, ладья Е7, та же идея, но ладья теперь не атакована черным Ферзем, не подвисает, Ферзь С3, Ферзь Д6, ладья пошла на H5, черные сыграли F6, чтобы не потерять пешку G7, она была атакована, Ферзем белых С3, белые играют слон G6, шах, черный король убегает, Ферзь Е3, король убегает дальше, белые вторгаются на B6, уже начинают проводить идеи, связанные с ходом молодец C5, B4, B5 и так далее, если белые все это осуществят, то просто выиграют партию, ну вот король B8 сыграл Ниджат Абасов, я не хочу критиковать отдельные ходы, в этой позиции, ходы черных, поскольку, ну, все равно хрен редки не слаще, понимаете, и там и там позиция, видимо, объективно проигрышная, но тут что бы случилось, вот белые сыграли B4, пошел вперед Фабиана Каруана, позиция у них выигрышная, но вот здесь нужно белым было сыграть B5, не решился так поступить, правда, это 43-й ход, время посчитать какое-то, время посчитать было, в чем, так сказать, обидный, риск для белых, после слона G4 нельзя взять слона, тогда получается ничья, важно, что на этот ход, черные играют Ф4, не берут сразу коня, и белым никуда убежать не удается, просто ничья, вот, но может сыграть конь G1, и то, что белые сыграли B5, атаковали черного коня, подобрали черному королю, там еще ферзь D8, в случае отступления коня, а вечного шаха нет, то есть можно взять на H3, конечно, продолжаю вариант, но после короля H2 шахи кончились, бить на G6 особого смысла нет, потому что Bc и все, там почти мат или что-то похожее на мат, вот, а ладья вторгаться может торнуться, а что, поле G1 прикрыто конем, пешка F2 защищена конем, то есть позиция совсем плохая, причем на ход ладья E2 можно взять ладьей, а не пешкой даже, скажем, если мы боимся чего-то, там, ферзя включили в защите пешки, короче говоря, ход B5 выиграл форсирован, а ход слона F5, который решил от греха подальше сделать каруана, сохраняет заметный плюс, лишнюю пешку, но еще не кончилась игра, еще можно надеяться черным на что-то, снова требуется техническая работа какая-то, но надо отдать должное Фабиано каруане, как технику, он здесь оказался безупречен, вот он взял на A6, позиция снова стала выигрышной, дается шах, конь D8, ладья D5, конь связан, король уходит, белый берет на D8, и этот ход оказался последним, потому что первая выиграла фигуру, да еще там у ладья A8 и так далее. Ну, собственно, вот на этом я заканчиваю рассказ о мужских партиях и подвожу итоги, подвожу итоги этого самого 11-3 с конца тура. Итак, в 11-12 туре, извиняюсь, лишь одна партия закончилась ничью, причем закончилась без особых выключений, Ян Непомничий решил действовать с оглядкой, не поставил никаких проблем перед Ромер Бабу Прагананхой, даже иногда казалось, что Прагананха имеет некоторые преимущества, но на самом деле, конечно, равенство, ничья и так далее, и эта ничья была зафиксирована. Зато три партии закончились результативно, Дамараджуку, лишь выиграл у Нинджата Абасова, Хикаро Накамура переиграл никого-нибудь, а не Резуфи Руджу, и Фабиано Кровано выиграл Санто Шеведита в результате. В результате лидеров стало трое, то есть после 12-го тура, то есть за 3 тура до финиша, за 2 тура, за 2 тура до финиша всего, естественно, 14 туров, двухкруговой турнир, 8 участников, 7 туров в каждом круге. Итак, первое и третье места делят Ян Непомичи, Дамараджукутиш и Хикаро Накамура, и на пол очка от них отстает Фабиано Круано, очевидно, что именно эти шагматисты разыграют между собой первое место. И вот я хочу просто сказать, что очередной тур, вот сейчас будет перерыв, в пятницу, а потом предпоследний и последний тур, и в воскресенье, если понадобится тайбрейк. Так вот, в следующем туре Непомичи сыграет с Накамурой, программаха с Каруаной, а Ведит с Абасовым. То есть Ведит может, в общем, не Ведит с Абасовым, да Ведит с Абасовым, Гутиш играет с Феруджой, то есть по партии Гутиш-Феруджа, конечно, нас интересует. Ну и в последнем туре тоже там Накамура-Гутиш, и Каруана Непомичи, то есть интрига та еще. Интрига очень даже такая яркая, ну все может сручиться. Ну а теперь я, собственно, перехожу от соревнований мужчин к соревнованию женщин. Главная интрига, ну не главная интрига, скажем так, русскоязычных шахматистов, любителей шахмат, они уже получили отрицательный ответ накануне. Две китаянки лидировали со страшной силой, с жутким отрывом. Видите, после 11-го тура у Таньжуни было 7,5 очков в Лейтензе, 7, а ближайшие преследователи находились в полтиннике. Преследовательницы, это Горячкина Лагно и Канеру, понятно, что никто из них, из этих самых преследовательниц, не мог составить конкуренцию даже, в принципе, двух киноянкам. Но интрига определенная была. Давайте я все-таки 12-й турбиз результатов покажу вам. Вот такой вот. Интрига была в том, что вот как будут китайские шахматисты играть, бороться, точнее сказать, залочно конкурировать между собой. Кто из них оступится? Ну, опять же, интрига такая, не очень-то, может быть, яркая, не самая яркая из тех, что может быть, но тем не менее, я счел, необходимо показать, продемонстрировать вам партию, которую между собой, где же они тут у нас? Да. Партию, которую сыграли между собой Нургюль Салимова и Тань Джуни. То есть, в этой партии могло случиться много разного и интересного. Причем, показывать эту партию надо сначала. Я не буду задерживаться и рассуждать на отвлеченные темы, но просто констатирую, что Нургюль Салимова разыграла некий дебют, который, очевидно, является для нее заготовкой, а Тань Джуни, ну, недооценила, ну, что Нургюль Салимовой нужно? Она где-то внизу, в принципе, на этой таблице плетется, ни на что не претендует, ну, дай бог им ее уйти, не занять последнее место, а я лидирую, ну, и я Тань Джуни и так далее. Вот я набрасываю, естественно, те эмоции, которые как-то могли подспудно сопутствовать тому, что происходило в этой партии. Итак, Салимова сыграла Коня в три, пока ничего особенного, в Ж3, слон Ф5, слон Ж2, Е6, но вскоре мы получим позицию более-менее каноническую, то есть вот такую вот, ферзь Б3 следует, ферзь Б6. Опять же, предвосхитить и понять, что вот эта позиция встретится, не так уж легко, с другой стороны, черный играет стандартным образом, расставляет фигуры, слона на Ф5, пешку на Е6, клинышек выставили, ферзя на Б6 в противостоянии, удары на Б6 мы не опасаемся, но вот после Д2, Д3 провоцирует на Рюгель Санемова соперницу на взятие на Б3. И вот оказывается, что после Коня Д7 взятие на Д5, вот только мы этого и ждали, радостно подумала Тань Джуния, это я опять же, так сказать, предполагаю, фантазирую. Здесь мы берем, портим белым пешки, теперь это будет уже не какой-то комок пешек, а две сдвоенные пешки слабые, но оказывается, значит, позиция в пользу белых. Вот парадоксальнейшая ситуация, именно пешка стоит на Д3, не на Д4, тогда бы, конечно, у черных было скорее лучше, чем хуже, а тут у белых получше, потому что белые начинают проводить вот такой план. Причем то, как слон Д2 быстро сыграла на Рюгель Санемова, Б4 и так далее, понятно, что это план, который был заготовлен изначально. Белые не меняются, ставят Коня на Д4, оказывается, что пешка Б4 не слабость, а фактор сковывающий ферзевый фланг соперницы, а один из планов белых связан с надвижением пешек в центре. Причем кони и солоны все работают здорово. Вот как ни странно, эта позиция явно в пользу белых, особенно после того, как пропущен код Е4, взятие, взятие, и смотрим, что было дальше. Вот я опять же даю общие оценки, какие-то общие соображения высказываю, то есть белые фигуры занимают очень гармоничные позиции, подзажали соперницу в центре, пешка на Б4 стоит как надо, конь Ц5 в распоряжении белого коня, ну что, ладья Е8, ладья Е1, не торопимся играть, слон Ц8, теперь уже конь Ц5, ну черные должны будут сыграть слон Б6 и получить просто худшую позицию, там конь Е3, примерно такая игра, там конь Д7, слон Д4, то есть белые не позволяют сопернице вытеснить коня с поля Ц5, поддерживают его, хотите меняться, меняйтесь, тогда мы выправим пешки, давим, немножко получше, вот здесь у белых немножко получше, но безусловно лучше. Вот, а после хода Аш5, вот так вот сыграла Тань Джуни, ну решила, ну а что, собственно, здесь может произойти? Что сделает соперница? Ведь у меня неприступная какая-крепость, пешки на А6, Б7 и Ц6, ну конь Е3, хорошо, конь Ф8, Е5, а белые прорвались, и после конь Ж4, они играют конь С4, снова со слабыми не меняемся, с сильными, конечно, Тань Джуни очень сильная, но позиции черных слабые. Конь С4, белые доминируют на фланге, что делать? Конь может задействовать на Д6 в ближайшее время. Конь Е6, теперь ладья Д1, ну важно что, что если бить-бить и пытаться меняться дальше, то сразу просто гибнут черные после взятия конь Д8, иначе конь Д6, здесь все равно конь Д6, слон атакован, если она наступит, висит пешка на Б7, а если взять-взять, то черным совсем худо, потому что, ну скажем, там слон Ф5, играем Б5, такой вот прорыв еще, АБ, играем слон А5, достаем, зачем Б4, Б5, чтобы открыть диагональ, атаковать коня, ну и все, потому что пешка Б7 теряется, и где там Д7, скажем, конь Е6, играем просто Д7, выиграли коня, партию, и все на свете, даже больше, чем коня, пешка, наверное, пройдет в ферзи, вот, то есть, вот Радят Д8, попытка разгрузиться, здесь не получаются, в этом варианте, можно сыграть было по Та5, но это уже отчаяние, потому что конь Е4, конь все равно лезет на Д6, хотите меняться на Б4, меняйтесь, позиция тяжелейшая у черных, видимо, объективно проигрышная, вот такие пироги, и взятие на Д1 не было сделано, не было осуществлено, образовалась страшная слабость, все-таки заставил Нургюль Салимва, свою грозную соперницу, лидера турнира, сыграть Б7, Б6, а Срабьев по Та6, и теперь шестой пешкой делать, непонятно, висит Ладья, Б5, жертва такая вот отчаянная, ну, слон БЦ6, дело в том, что в случае взятия на Е8, есть вот слон С5, шах, и все становится неясным, то есть, начинается контригра, и так далее, там качество отыгрывается, ну, непонятно что, а после слон С6, ничего совершенно у черных нет, в смысле контригры, Ладья висит, на Д6 хотите брать, берите, ну, Ладья Е7, Аш3, отбрасывается конь, играется король Ж2, позиция просто совсем выигрышная у белых, ну, какая-то, какое-то приставание к Ладье, Ладья идет вперед, спасибо, Ладья Е6, отступаем назад, вот этот ход может быть неточный, то есть, хотя с другой стороны, нормальный ход, ладно, Аш4, теперь ход Ж4 приводил к абсолютно выигрышной позиции для белых, вообще, вопросов нет, зажимаем, лишняя пешка, доминация, полное счастье, Был уже сыгран на Ф5, ну, логично, вроде как, Ладья отступает, и теперь оказывается, что все не так просто, хотя тоже очень хорошо, Ф6, подрыв такой, все равно очень хорошо, Конь Е4, взятие на Д4, почему, то есть, Белое готово, то, что соперница возьмет на поле Д5 своей пешкой, и тогда будет блестящая блокада, и возможность атаковать на королевском фланге, и Каш4 слабая, вот, а тут, Ладья БД4, взятие-взятие, и взятие слоном, Белое играет Конь С5, и, в общем, для черных, хрен речки не слащи, абсолютно выигрышная позиция, доминация полная, на Е5 возьмем, когда захотим, на А6 слабость, ну, С4, берем на Е5, все по плану, играем Б3, сгоняем слона, тоже все правильно, играем С4, Е4, хотим на А6 забрать ладьей, потом выиграем пешку, стоящую на поле, Б5, Конь на С6, никуда в ближайшее время не выйдет, ему 100 лет идти, а Белое еще Ж4, Ж5 могут сыграть, ну, С4, Е8, то есть позиция совсем выиграна, и Ж4, и Ж5, все нормально, и Белое играет С4, и Д5, тоже все нормально, теперь ход Ж6 выиграл вообще без всяких проблем, то есть он антиэстетичный, в том случае, что Белое поставили бы свои пешки по белым полям, по полям цвета, по которым ходят слоны, и тот, и другой, но это общее соображение, поскольку контр-игры нет, С4, Е6 защищен не только пешкой Ф5, но и конем с С5, поэтому с рунда 6 нигде невозможно, на Е5 пешка висит, она теряется, ну, Белый король отступил, скажем, там Ладья Е8, Ладья бьет Е5, опять же, вопросов нет, А если Е4, тогда играем Ладья Д1, такуем коня, прорываемся в тыл, на поле Д8, скажем, Конь Е8, Ладья Д8, в черном совсем плохо, никакой контр-игры, и никакого счастья, даже намека на счастье нет, вот, ну, было сыграно Ф6, не Ж6, что выигрывало легко, Ф6 тоже, в общем, сохраняет за Белым перевес, но ситуация становится не такой простой, Ладья Ц7, Король Ф2, теперь ходом Король Х7 таким вот, черные сохраняли шансы на спасение, просто реальные шансы, здесь преимущество не столь велико, оно есть у белых, но не столь велико надо играть Ладья Ж1, тогда Конь Д6, прикрыли своего короля от вторжения на Ж7 шахом, ну, что дальше, Конь Д3, скажем там, Ладья идет вперед, уже Король Д3, Конь Ф5, то есть, все непросто, наверное, у белых все-таки выигрышная позиция, но с контригрой у соперницы, в партии же здесь уже, уже теперь не выдержала Тань Джуни, шанс ей предоставлен был, и она сыграла А5, что снова возвращает позицию, состояние абсолютной выигрышности, выигранности для белых, брать, конечно, нельзя, висит Конь Ц5, но Ладья Е4, атакуя пешку А4, взятие, Ладья В4, шах, шах, Король идет назад на А8, потому что сейти на Ф8, то Конь Е6 отда мат, вообще, Король Ф8, Конь Е6 мат, теперь Конь Д3, назад, отступили назад, на Б4 висит, Ладья Е7, и вот теперь случилось нечто совершенно непонятное, то есть, ход Конь Б4, делал позицию абсолютно выигрышной для белых, у них доминация, никакой контригры, ну что, Ладья Д6, наверное, могло смутить, вот я так думаю, но тогда Ладья Ж6, здесь важный нюанс, тактического характера, отступать нельзя конем, там Ладья Ж8, шах, а если Король Х7, тогда, шах с Ж7 забрали слонами и так далее, то есть, после Конь Б4 совсем выиграно, 50-й ход, по идее, время должно было у белых оставаться, но, решила упростить позицию, Нуль Гюль Салимова взяла на Ф7, и вот после одного такого неосторожного размена, ну, Ладья А6, белые пешки защитили, на это они делали ставку, позиция становится строго ничейной, Конь Б5, Ладья Ц5, Конь Д3, Ладья Ц2, то есть, черные раскрутились, белые пешки уже не грозные проходные, а так себе, какие-то полуслабости, ну и дальше, вот очень легко делается ничья, постоянно переходы в ладейники какие-то происходят, ну, Король Ц1 можно было там или нет, ну, можно Ладья Б1 шах повторить позицию, и потом Ладья Б2 шах, Король Д3, дается шах, следует слон Е8, ну, стало понятно окончательно всем, в том числе, Нургиль Салимович, что выиграть партию не удается, она сыграла Ладья Ж4, вела пешку из-под удара, Ладья А3, Ладья Ф4 с идеей Ф7, черные двинули вперед свою пешку, Король Б3, потому что если Ф7, ну, просто-то дается шах, Ф7 проигрывает, тогда Ладья А4, Ладья Б1 Ф4, и на Короле Ф4 Б2 и Б1 ферзь, слона отдадим, а пешка Б проскочит в ферзи, еще раз, это Ф7, то Ладья А4, и Ладья Б1 Ф4, поэтому Король Ц3, теперь Ладья А4, предлагая Ладьяю поменяться, затем Ладья А4, атакуя коня, ну и Белые, собственно, здесь что? Белые здесь не нашли ничего лучшего, кроме как сыграть Ф7, давайте я до конца доведу эту партию, взятие-взятие, взятие на Б3, Ладья А4, ну и соперницы согласились на ничью, кстати, я уже даже сделал табличку, я сделал неверную табличку, проставив победу Нургю Салимовой, на самом деле была сфиксирована ничья, итак, как же закончился этот тур, итак, 12-й, 3-й с конца тур, закончился следующим образом, 3 ничьих, и победа Рамеш Бобовой Шали над Анной Музычук, что это означало? Хумпи Канеру, кстати, с Александром Греевичем сыграли также в ничью, а Катерина Оргоновича в главной ничью с Лейтензе, там были, было о чем поговорить, получше было в какой-то момент в Лейтензе, но ничья, не буду вдаваться в подробности, таким образом, за два тура до финиша положение в турнирной таблице практически не изменилось, то есть, на первом месте идет Тань Жуни, с результатом плюс 4, 8 из 12, на рубеже плюс 3 следует Лейтензе, ну и все они, то есть, обе китаянки очень сильно опережают группу преследовательниц, поэтому понятно, что борьба за первое место пойдет между Тань Жуни и Лейтензе, то есть, финалистками предыдущего претендентского цикла, то есть, тогда это были матчи, потом они между собой сыграли тоже матч Лейтензе и Тань Жуни. Ну что ж, на этом очередной выпуск, посвященный турнирам претенденток, которые продолжаются и подходят к концу в эти дни в Торонто, подошел к концу, следующий день, то есть, пятница, это выходной на турнире, поэтому я сделаю однодневный перерыв, но дальше пойдут стыковые партии, прежде всего, конечно, интерес представляет турнир мужчин, там встретятся между собой Непомнящий с Накамурой, они делят первое место, кстати, давайте все-таки мужчину после 12-го тура табличку покажу, вот такое положение, Ян Непомнящий, Дамра Джугойчиш, Хикару Накамура и сыграют между собой Ян Непомнящий с Хикару Накамурой, ну и вообще все между собой переиграют практически на финише из числа конкурентов, что тоже придает дополнительную интригу борьбе за первое место этой самой финишной борьбе. Я же перед тем, как проститься, призываю вас, как всегда, ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы как в очном режиме, так и заочном, то есть в сети интернет. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова